Ребята, всем доброе утро! Семь часов утра мы уже с Лёшей доехали по Блабакару, с дороги мы с 5 вечера, мы не спали, и обратная дорога такая же. Лёшин тормозок, Лёша даже немножечко поехал за рулем, потому что водитель, который нас вел, сидит там, был издалека и засыпал за рулем, поэтому Лёше предложил ему поменяться на пару часиков, поэтому Лёша даже пару лет, несмотря на то, что мы без машины. Уставшие, конечно, но главное всё решить. Лучше ехать за рулем, чем сидеть и переживать, что он сейчас где-то куда-то въедет, и мы не заедем вообще таким делом. Да, Лёша мы вышли, я ещё думала, ты лежишь, а может тебе лучше встать, а может лечь, если вдруг авария, как будет лучше, чтобы меньше повреждений для тебя? Да, Лёша, говорю, так нельзя думать. И знаешь, ещё человек такой, походу, ему стыдно признаться, что он сдал, что он засыпает, и он видно... Да, и людей берёт, да? Да, и веляет, и всё, и видно. Ну, мы пересаживались на вторую машину, потому что северо Донецка до Харькова мы ехали на одной машине, а потом мы с Харькова до Киева на второй. На второй. За час до отъезда водитель, где раньше заказывали, отменил поездку, ну вообще... Мы пропустили, соответственно, поезд, единственный возможный сюда, но там были дороговатые билеты. И потом уже в экстренном порядке искали новые возможности доехать, и появилась поездка, мы сразу и забронировали. Сегодня на 10 часов у нас приём в клинике Исида, мы должны подписать соглашение на обследование эмбриончиков, с доктором решить сколько. Мы с Лёшей настаиваем на скольких эмбриончиков? На двух разнополых. На двух, я тоже за двух, но Наталья Федоровна за одного. Мы будем сегодня решать и разговаривать, надеюсь, идёмся на двоих. Соответственно, нам нужно будет заплатить двойную стоимость, потому что исследование будет двух эмбриончиков, и через месяца полтора скажут результаты, и потом уже будем вступать к протоколу, что если вам будет на блокаде. Если результаты нормальные. Да, если будет всё нормально, дай-то Бог. Надеюсь, что для нашей беременности это была просто случайность. Одна из тысячи. Посмотрим? Да, надеемся. Короче, мы замучены, но хотим решить все вопросы побыстрее, и чтобы уже начали следовать наши эмбриончики. Так что ждём нашего времени. Пожалуйста, Коля. Зубы почистили. Терси. Как боврики с одним рюкзачком. Туда-обратно на такие расстояния. И двое суток будет у нас без сна. А потом ещё на сутки раскупать надеемся. Короче, весёлые у нас выходные. Мы на месте. Тут птички поют и бегают. Зелень. Погода классная. С утра был дождик, а сейчас прямо солнышко пробирается. Мы пришли даже, не знаю, пришли даже пораньше на целый часик. Сейчас, наверное, позаполняем договора и подождём своего времени приёма. Классная погодка. Свежий воздух. Шри. Шри-мори. Чушь. Пареек. Полученый же димом. Пареек. Топарей. Сюма зелень. У меня это глистache. Классная глинат. Классная глинат. Пареек. всем привет друзья ну что мы уже северодонецке вернулись пару дней тому назад но нам нужно было время прийти в себя потому что сумасшедшая была поездка мы несколько ночей не спали и короче нужно было отойти кто за рулем мы уже об этом рассказывали чуть ранее видео лёша еще и порулил за чужой машиной но так получилось короче какие результаты нашего посещения клиники в субботу в том же мы решили решили что будем вступать крио протокол использовать замороженных эмбриончиков только без пред имплантационной диагностики потому что изначально говорилось что исследование одного эмбриона там 9 300 с копейками мы решились на 2 эмбрион чека но потом еще там вылазят дополнительные растраты и в итоге если вы будете следовать 2 эмбрион чекам то выходит там что-то 30 с копейками то 40 тысяч если 1 то это минус 10000 но это не есть гарантия что эмбрион чеки все будут хорошие и можно просто выкинуть деньги на ветер конечно если у вас есть такая возможность то я бы конечно посоветовала делать и сразу следовать там два-три минимум эмбрион чека если у вас нет лишних денег допустим ну просто данный момент на сниночка сложная ситуация поэтому мы решили просто вступать в карио протокол без исследований джечка и опять же мы не совсем сошлись на количестве эмбриончиков подсаживаем их потому что мы с лёшей хотим двоих наш рач против но сказали что будут созывать консилиум потом уже чуть попозже и решать сколько подсаживать одного или двух если с диагностикой эмбрион чеки то подсаживает только одного-двух точно подсаживать не будут без диагностики есть шанс что нам подсадят двоих вернее мне сюда в животик и как всегда криво протокол у меня идет на блокаде также как и в тот раз на депо и я сегодня уколола укол свой первый на 21 день цикла дифирелин 375 для блокады все гормонов для их отключки и опять меня ввели в искусственный климакс я не знаю как на этот раз будут мои ощущения конечно безусловно будут приливы будет не и жар и холод бросать возможно какие-то еще другие последствия но принципе то попытку тот укол я перенесла нормально но было опять же зима сейчас уже лето жара конечно это будет все тяжелее скорее всего все побочки будет более обостренные но посмотрим в принципе пока больше ничего также мне выдали еще другие препараты но я их начну принимать чуть попозже и там немножечко поменялись сами эти препараты эстрогенов и я вам потом расскажу все более подробно что ты думаешь единственно что конечно я ужасно переживала в понедельник и мне уже ничего не хотелось потому что я все же рассчитывала на диагностику и не думала что будет такая высокая цена и что нет гарантии там даже не суть в цене просто вылились те суммы о которых ранее вообще разговора не было делать эту диагностику нужно разморозить эмбрионы за это нужно деньги а потом после этого их нужно заморозить начало исследовать исследовать это делается в течение шести недель а потом снова заморозку платить там где-то заморозка отдельно так как будто мы выйдем их этих самых обрионов самого начала заморажем 9 9 чем-то плюс у нас в ноябре месяце истекает срок вообще хранение давай и мы пока не знаем нужно продлевать целесообразно ли сейчас эту делать диагностику на 5 же мы приняли это решение на свой страх и риск не факт конечно что этого эмбриончика будут такие отклонения но никто не дает гарантии что он будет здоровеньким там как большому счету каждой линии как логически подумать его подсаживаем и не дай бог у него какие-то отклонения то он само собой выходит да ну то есть он не опять же конечно является если даже прикрепляется это замирает дай бог тогда мы мы делаем диагностику уже по другой совершенно схеме но в любом случае если он с патологией то он что так что так потом уже будем думать есть смысл если вдруг не получится по какой причине дальше исследования эмбриончиков собирать деньги или нет ну здесь да здесь вопрос теперь если не дай бог у него будет какая-то патология или у их в этих эмбрионов если будет патология то есть ли смысл следующее исследовать а если сложить допустим по цене сумма криопротокола плюс это исследование то равняется новому протоколу эко вообще да то есть забор яйцеклеток плюс подсадка ну забор яйцеклеток еще раз это вообще жестко ну да ну а это облака да и водить меня в искусственный климат тоже рост как я забор поспал я думала все равно реанимации обошелся любом случае все гормоны кто бы что ни говорил они влияют на наше здоровье и я пока не знаю как это мне все вылиться на мое здоровье в дальнейшем я уже не говорю о том что есть там несколько пару лишних килограмм чека который вроде бы я сбросил они быстро возвращаются есть очка это просто после поста все анализы я уже поздавала там у меня был целый список сейчас кстати достану и расскажу что за анализы нужно сдавать что касается анализа то тут сдавать нужно уже на порядок меньше чем изначально до самого начала вступления протокол потому что некоторые анализы действительный один год некоторые сдаются только один раз жизни и только один раз вам нужно будет потратиться потом уже каждый протокол затраты на анализы не такие значительные первое это мазок потом общий анализ крови на 22 показателя или костарная формула потом каулограмма гепатиты bc вилл сифилис общий анализ мочи и другие показатели крови печеночные пробы сколько я дала по-моему 1250 вышли все эти анализы и плюс я еще не сдала вилл но он у нас делается абсолютно бесплатно возможно если есть какие-то связи в обычной государственной больнице то часть из этих анализов можно сдать абсолютно бесплатно но я уже решила пойти и все сдать в одном месте и вот и мой протокол написан криво цикл и витрификация згт с депо агонистами rg дифирелин укол а потом уже сначала цикла следующего идет эстражель и прагенова и витамин е остается хотя прошлом цикле прошлом крио протоколе у меня был только 9 а потом уже подключали дополнительно примерно середине цикла это как всегда прагестерон потом расскажу вам более подробно что и как и какое действие укола дефирелина на этот раз на мой организм оставайтесь со мной всем спасибо за внимание и за поддержку будем держать вас в курсе